Пойминцы подсчитывают ущерб, а жители Новопавловки ищут обездные пути, чтобы выбраться в город. Такими проблемами сельчан обеспечил недавний потоп. Напомним, 30 июля из-за продолжительных дождей в Новопавловке просела водопропускная труба. И вода, сметая все на своем пути, хлынула в село. В результате Новопавловка оказалась отрезана от областного центра, а огороды поймы ушли на воду по 1 метр. Антон Киселев побывал на месте большой воды. Дорогу в Новопавловку размыло еще неделю назад. И теперь сельчанам, чтобы выбраться в город или соседние поселки, приходится устраивать настоящий тест-драйв своим железным коням. Пропускная труба, которая была зарыта в насыпь, просела, и поток воды в том месте смыл почти 3 метра дороги. Какие-никакие, но ремонтные работы здесь проводить начали. Потому что наверху видны следы техники, а сама труба где-то на метр поднялась. Но сейчас ни рабочих, ни техники не видно. Видимо, решили дождаться сухой погоды. Из поймы вода ушла практически на следующий день после потопа, говорят местные. Только этого времени, пока вода стояла в огородах, хватило, чтобы весь урожай погиб. А ведь огороды и скот для многих пойменцев единственный источник дохода и способ выжить в поселке. Теперь хозяев шести огородов, которые из-за наводнения остались без урожая, заботят возмещение ущерба от разгулявшейся стихии. Мы на зиму все с огорода заготавливаем. И соленины, и салаты, и свеклу на зиму, и морковь. Все на зиму заготавливаем. Сейчас ничего у нас не осталось. Все. Будем покупать все на рынке опять так же, как и в прошлом году. Беспокоит жители и то, что история эта повторяется уже два года подряд. Паводок в середине лета. Это нонсенс. А власти, по их мнению, решения проблемы почему-то откладывают. После наводнения в данный момент работает то Астрадор, восстановительные работы проводит. Это по трассе Новопалка-Пойма. И по пойме, который жители, пострадавших жителям, работала. Приезжала районная комиссия и отправили письмо МЧС. В любом случае, главное, что обошлось без жертв. Однако уверенности в том, что история не повторится следующим летом, у пойменцев нет. Антон Киселев, Даурен Дюсимбиев, Рустам Джумашев, ТДК-42.